Девушки отдыхают Сомнения здорового человека Хотелось быть другим Хотелось отличаться И естественно был страх, что будут сравнивать Наследник всех своих родных Режиссер Петр Тодоровский По случаю выхода фильма Здоровый человек Рефлексирует о своем месте в жизни А дальше я задал себе вопрос А что же ты любишь? Петя Тодоровский Занимательная зоология с Ангелиной Стречиной Актрису фильма Бешенство Сводил в музей Иван Закадров Добро пожаловать в бестиарий Сериал о легендарной пангруппе Король и шут По нотам разобрал Никита Карцев Мы буквально в какой-то момент попадаем Внутрь одного из культовых клипов Ну например, ели мясо мужики Хороший и здоровый человек Никита Ефремов в гостях У Федора Бондарчука Мне казалось, что артист это тот человек, который Носит полную чашку боли И всем показывает, как я страдаю Тем более я тогда употреблял Особенно это связано там было с алкоголем И с каким-то состоянием похмелья С которого невероятно ты можешь играть Просто тебе кажется, как-то без этого Сегодня у меня в гостях молодой актер Про которого уже понятно Он может все Сериал офлайн Нулевой пациент Содержанки Фильм «Сестры» и «Здоровый человек» Это я перечислил только новейшие его работы Кто видел хотя бы половину из этого списка Понимает, о чем я Кто не видел, посмотрите Никита Ефремов в студии программы «Кино в деталях» Значит, Никита Ефремов и есть Самый здоровый, идеальный, совершенный человек Для меня ролевая модель Он перфекционист в своей работе Он сейчас один из самых востребованных артистов Никиты Ефремов И что он грызет гранит персонажей Иногда углубляясь совсем туда Это лучше, чем бегать по поверхности А лучше, так сказать, по облакам Никита, здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что пришли Рад вас видеть Взаимно Сейчас посмотрел Готовился к нашей программе Огромное количество наименований Сериалов, фильмов Которые хотел обсудить Ну и вообще по количеству Как у вас там занятость Последнее время Как вы прошлый год провели? В съемках какое-то время Но как-то получается, что некоторые работы Например, тот же «Здоровый человек» Мы снимали вообще два года назад А выходит только сейчас Поэтому они догоняют Ну, тогда начнем с фильма Который зрители могли увидеть На Московском международном фестивале Он там получил специальный приз Это фильм Петра Тодоровского-младшего Вот «Здоровый человек» Все шутки по поводу хорошего человека Который недавно вышел на платформе И «Здоровый человек» Вы, наверное, уже выслышали Чтобы хороший был здоровый А в чем разница А где хороший, а где здоровый Не будем об этом Здоровый человек Я вас поздравляю Во-первых, уже с наградами Там фильм обсуждают И с выходом в прокат Давайте рассказывайте зрителю О чем эта картина Ну, для меня Я могу рассказать для себя О чем она Все-таки каждый понимает по-своему Для меня она такая Про, наверное, две вещи Про то, что внешний какой-то успех Не всегда гарант того Что внутри будет спокойно Потому что мой персонаж Егор, он такой ведущий Спортивных новостей У него жена У него ребенок У него достаток То есть весь набор есть Там машина, квартира Все дела Но при этом что-то у него внутри Такое, да Что вот на этот зов Помогите, помогите Он туда бежит А второй момент Который вытекает из этого Это для меня такая важная Тоже тема Разница между помощью И спасательством То есть почему я делаю одно Почему я делаю другое И где Как можно пояснить Между помощью и спасательством Да, да А в чем разница? Спасательство Это такая история Как бы Очень проекционная То есть я Скорее всего В том человеке Вижу какую-то часть себя Например Вот этот мой герой Он в этом Мальчике Умирающем Несчастным Видел На мой взгляд От себя И как бы хотел Со всей силы Спасти себя Именно То есть не видел Первопричину Что ему надо Полюбить себя А помощь Это от того Как бы я ее могу Предложить Она вообще нужна Или не нужна Я как бы Приверженец того Что не всегда Надо вмешиваться В то, что происходит Да, если вопрос Жизни и смерти Конечно Но если это Какие-то Последствия Человек Я могу предложить Ему помощь Сказать Слушайте Может быть Федор Сергеевич Вам нужна Какая-то помощь И вы мне можете сказать Нет Тогда это Какой-то правильный Когда я хватаюсь Цепляюсь Беру И тебе надо И я знаю лучше Что тебе надо Тогда это скорее всего Про меня Никита А вот Ну это не секрет Вы сами об этом Рассказывали Что вы разбирали роль В здоровом человеке С психологом Или психотерапевтом Это не со своим Это никак не в рамках терапии Это мой друг Просто он Как бы Он занимается Но про вашего я тоже Спрошу все равно Пожалуйста Потому что его много В вашей жизни Да Но мне это по-актерски Очень-очень помогает То есть я понимаю Что человек Скажете тогда Может быть Чуть больше о герое В здоровом человеке Вот я и хочу Да Что взгляд Профессионального психолога Помогает понять Что там было в детстве А это Как мне кажется Для актера Самое главное Когда я понимаю Зачем он собственно Туда идет Почему Вот его позвали Помогите Помогите Почему он пошел Что ты делаешь Егор спасибо. И что-то у него внутри такое произошло до муражек. Что-то у него такое, что как-то его поблагодарили, его признали. Да, он такой нарциссический персонаж, в общем, как и я, который ведет новости, который на публике, который так вот хочет. И правильно ли я понимаю, или увидел это, или прочитал, что этот нарциссический персонаж при своем желании помогать забывает о семье? Да? Ну, то есть он теряет так называемый... То есть это есть тема еще? Баланс, конечно. У него это желание его там спрашивают даже волонтеры, вы помогать хотите или спасать? Он так я же сказал помогать, да, не очень в общем уверенно говорит. Волонтерство это очень, на самом деле, тяжелая вещь. Очень много волонтеров сталкиваются с выгоранием и опять же с зависимостью. Да, и наш товарищ погружается туда просто целиком и полностью, и ему кажется, вот, вот же вы все не видите. То есть он входит в такой туннель, где он перестает видеть свою семью, перестает видеть потребности своей, на секундочку, беременной жены, еще у кого-то, да, то есть все, ему кажется, что вот сейчас он спасет и тогда он получит как будто бы какую-то дозу. Вот здесь мне нравится, что вы сказали про зависимость, да, потому что в этом есть такое. То есть первая его такая история была в начале, когда ему сказали спасибо у него. И что-то вдруг все наполнилось, и как-то вдруг так все хорошо. Хотя, конечно, по большому счету, было бы здорово, если бы он шел туда от того, что он любит себя, помочь этому человеку, а не от недостатка. Тогда мне от этого человека что-то нужно. Дай мне. То есть спасись и выживи ради того, чтобы мне было лучше, а не ради тебя. И в этом смысле вот в конце фильма без спойлеров мы, скорее всего, приходим к тому, что он остается с этой болью и просто находится. И про него здоровый человек, все-таки про последнего в финале. Я думаю, что это такое приглашение к исследованию, и в конце у него есть возможность, вот что ты будешь дальше с этим делать. Вот ты остался наедине со своей болью, ты остался с тем, что ты не можешь контролировать эту ситуацию. Что ты будешь делать? А вот еще известно, что вы много с Петром Тодоровским спорили по поводу финала, решения финала. И в результате концепция финала ваша победила. Это звучит все просто очень ярко, что мы прям так, как будто у нас был спор, и я там, а-та-та-та. Но на самом деле там просто был какой-то момент, я не знаю, как без спойлеров это рассказать, но скажу, к чему мы пришли. То есть как будто бы герой не пришел к тому, что он что-то знает, а к тому, что он не знает и признает. Многих вещей я не знаю, тем более, когда мне вопрос задает ребенок, а почему именно я заболел? Если, ну, потому что ты там вот, ты там такой, понятно, это вас так учат говорить. А на самом деле, что ты думаешь, а он не знает. И для меня это вот этот был важный момент, признание своего бессилия, потому что весь фильм, он как бы, он знает, он сейчас это сделает, он продаст машину, там, тра-та-та, он вот спасет. И тут он не знает, как устроен этот мир, он не понимает. И в этот момент он открывается этому миру, на мой взгляд, через, к сожалению, боль. Режиссер Петр Тодоровский-младший громко заявил о себе сериалом «Полет», а его фильм «Здоровый человек» стал победителем российского конкурса Московского кинофестиваля. И сейчас Петр отвечает на вопросы в нашей рубрике «Интервью». Петр, повод для нашего сегодняшнего интервью фильм «Здоровый человек», где герой Никиты Ефремова бросает престижную работу телеведущего и с головой уходит в работу с тяжело больными детьми. То, что происходит с героем в начале фильма, то же самое произошло со мной. Однажды ночью я проснулся от криков о помощи, которые доносились со двора. И первый какой-то порыв был встать, одеться, пойти и что-то сделать. Потом вдруг я начал думать о том, ну секундочку, наверное, люди выпили, дерутся. Какое я ко всему этому имею отношение? Может быть, это опасно? Давай я просто вызову полицию и лягу спать. На следующий день мне было стыдно. И я начал думать о том, вообще нормально ли это – сидеть дома, когда кто-то за это поможет. И это стало каким-то толчком для написания вот этой сцене. И вот дальше раскрутили эту историю, что было бы, если бы… Да, если бы я вышел, что зря, что не зря, что вообще в человеке происходит, когда он вдруг чувствует, что его маленький, вот этот мирок, в котором он живет, стоящий из семьи, работы, друзей, что ему этого недостаточно, и что так жить нельзя. Вот как-то так родился замысел. Вы, наверное, думаете, что я зажрался. Может быть, и так. Но я когда спустился во двор и защитил вот эту девушку, я себя почувствовал живым. Тема выбора, поиска себя сейчас такая модная, актуальная. Почему вам важно было поговорить об этом со зрителем? А вы знаете, я даже и впервые слышу, что это сейчас модная тема. Не следите за трендами? Боюсь, что нет. И, наверное, даже мой недостаток, наверное, не очень модный. Но то, что я, возможно, как вы говорите, попал в какой-то тренд, мне кажется, это замечательно. Вы режиссер из кинематографической династии. У вас отец известный режиссер, дед известный режиссер, номинант на премию «Оскар». Тем не менее, вы изначально выбираете журналистику. Вы долго работали в новостной редакции федерального телеканала. Вот почему? Ну, вопреки. Конечно, хотелось быть другим, хотелось отличаться. И, естественно, был страх, что будут сравнивать. А потом в какой-то момент я вдруг понял, что все это ерунда. И это только моя жизнь. И нужно заниматься тем, чем интересно. Я старался быть профессиональным журналистом, насколько это было возможно. Но я признался в себе, что я это не очень люблю. И не готов этому посвятить жизнь. А дальше я задал себе вопрос, а что же ты любишь, Петя Тодоровский? И Петя Тодоровский сказал, я люблю кино. Поэтому в какой-то момент я начал писать сценарий. Мне хотелось сразу же написать шедевр. И что, показать, что все сказали? Это потрясающе. А поскольку шедевр не писался, я писал, понимал, что это не шедевр, клал в стол и писал дальше. А вот этот страх, он был связан с тем, что все-таки родные не одобрят или не оценят вашу работу? На самом деле не обязательно быть сыном режиссера, чтобы переживать из-за того, что твой сценарий кому-то не понравится. Мне кажется, это свойство вообще всех начинающих каких-то людей, которые пытаются заниматься творчеством. Почему в кавычках? Ну, потому что такое пафосное слово. Получается, что ты занимаешься творчеством, и Андрей Тарковский тоже занимается творчеством. Наверное, это какое-то разное творчество. Такое ощущение, что вы перфекционист. Вот вы как-то обесцениваете немножко. Я не обесцениваю, я просто стараюсь трезво смотреть и на то, что я делаю, и на то, что хотелось бы делать когда-нибудь. Я вижу, что можно лучше. Кстати, в отличие от очень многих российских молодых кинематографистов. Мне посчастливилось побывать на ваших съемках, и я помню эту атмосферу какой-то такой любви и добра. Мне показалось тогда, что вы очень мягкий режиссер. Я не люблю кричать на площадке, и, по-моему, если не ошибаюсь, делал это один раз в жизни, когда снимал дебют. А что там произошло? Там полная катастрофа была с тем, как были организованы съемки, и это было сложно вынести. А так, все-таки, с моей точки зрения, тогда, когда режиссер начинает прямо кричать в голос на площадке, это какой-то признак слабости, что он теряет контроль над происходящим. Кроме всего прочего, мне очень важно создать на площадке атмосферу комфортную для всех, чтобы все могли максимально раскрыться и реализовать себя. Я могу быть жестким, но чаще всего, когда уже доходит до острой какой-то такой ситуации, острого конфликта, мне приходилось увольнять людей. Возможность работать в кино это вообще в принципе уникальный шанс для человека. И человек должен быть мотивирован. Он должен сам хотеть сделать абсолютно все возможное, чтобы дать максимум этой картине. А если он так не чувствует, я не понимаю, о чем с ним дальше разговаривать. Был такой период, постоянно переносились премьеры. Вот как вы переживали эти моменты? Тогда у вас был какой-то страх или ощущение, что, может быть, вы не туда, куда-то пошли? Ну, конечно. Конечно, если учесть, что мой первый дебютный фильм положили на полку, и не я был в этом виноват. Когда с тобой такое происходит, начинаешь думать, а может быть, ты куда-то полез не туда? Может быть, это не твое, если так не везет? Наверное, самое главное во всем этом было то, что даже испытывая все эти чувства, я садился писать новый сценарий. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Спасибо вам. смотри на себя. А что там у тебя внутри? Ты зачем вообще в актерство пошел? Так, если по-честному, Никита, ты действительно хочешь играть или ты хочешь, чтобы посмотреть? Как вот, да? Я тоже могу. Так а зачем вы пошли в актерство? И за этим в том числе. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Ефремов. Никита, поговорим уже о прошедшем, но супер нашумевшем, собравшим огромное количество и пресс хороший, да и комментариев по поводу дебюта «Нулевой пациент». Для меня жутко оригинальная история, которая забыта, рассказана правдивым, убедительным, очень языком. Действительная тема очень острая. Да, алло, слушаю. Здравствуйте. Гончаров, НИИ эпидемиологии. Да, да, слушаю. Вы прислали образцы крови Айси Бадмаевой. У нее положительный результат на ВИЧ. Чтобы быть уверенными, нам нужно сделать повторный анализ. Я вас прошу, как можно быстрее прислать образцы и нужно будет также взять анализы у ее родителей. И не исключено, что другие дети инфицированы ВИЧ. Никит, а у вас же был реальный прототип. Более того, вы на него похожи. Фамилия его Покровский. А вы с ним как-то что-то... Нет, мы не контактировали. У нас не было задачи делать вот что. Вот мы реальный персонаж. Мало того, поэтому и изменено имя с Покровского на Гончарова и какие-то события убраны. Все-таки, на мой взгляд, это очень чувствительная история. Такая очень трепетная. Она еще до сих пор живая. Это казалось бы так давно, но на самом деле я сам 88-го года рождения. И какой-то такой прям прямой задачи не было. Я понимаю, конечно, что у него была немножко другая история, но я получил от него комментарий, такой вот приятный, что вот ему понравилось все. Поэтому этот гешталь закрыт. А там вот, конечно, вот прям проявлена тема компромисса. А у героя, у вас-то как с этим, как у артиста Никиты Нефрегов? У меня таких вот историй, как у него, не было, когда я понимаю, что практически сейчас в моих руках все здравоохранение. То есть если я скажу одно, то оно развалится и непонятно, что будет. Это действительно очень сложный выбор. И по-человечески понятно, что он поступил не очень, но какие последствия. То есть он выбрал такое, как бы там есть фраза, когда он говорит, это системная ошибка. И он понимает, что если сейчас вот он скажет разрушить эту систему, то может действительно не пойдут люди к врачам, будут там по бабкам, по ветухам и все такое. Что касается меня, любой внутренний такой момент, который происходит, который заставляет меня выбирать, у меня есть к нему два подхода. Один это посмотреть, где дедлайн какого-то принятия решения, поставить себе напоминание и вообще не думать об этом, чтобы все произошло в подсожнании. И зачастую, когда вот звучит этот звоночек, принять решение. Каким-то магическим образом я чувствую, чего я хочу на самом деле. А второй вариант это посмотреть, на что это указывает внутри. Ну то есть все разобрать, что я боюсь, почему я этого боюсь, зачем. А разобрать, а этот сценарий или Библию героя вы носили своему психотерапевту, разбирали, или там все понятно? Как-то у меня так сложилось, что я понимаю, конечно, эту тему с отцом, и я понимаю эту тему с Белой Вороной, она в какой-то момент была во мне, да, и мне кажется, это прекрасно сочетается, когда у него и личная амбиция, чтобы меня услышали, чтобы меня, так бы, что я донес, и вопрос жизни и смерти, она классная. Как только я понимаю, ну это немножко театральный момент, в кино этого не играют, про такую сверхзадачу, да, признание. Я понимаю, на что это насаживать, где у него обиды, где у него внутри что-то происходит, и потом, на самом деле, и в здоровом человеке, и в нулевом пациенте, в общем, похожие в каком-то смысле истории, просто по-разному рассказанные. Очень рад, что они попались практически в одно время. Видимо, я так это все тоже терапевтически воспринимаю, что вот, посмотри на себя, а что там у тебя внутри, ты зачем вообще в актерство пошел, так, если по-честному, Никита? Ты действительно хочешь играть, или ты хочешь, чтобы посмотреть, как вот, да? Я тоже могу. Так зачем вы пошли в актерство? И за этим в том числе. И за этим в том числе, и мне надо себе в этом, как бы, честно это видеть. И когда я это увидел, я подумал, блин, а когда вы осознали, что вы артист? О, мне кажется, лет вообще пять назад. И тем более после, ну, если еще... А что до этого было? Это что за путь? До этого это был путь компенсации внутренней какой-то боли. То есть мне казалось, что артист это тот человек, который носит полную чашку боли, и всем показывает, как вот я страдаю или как вот у меня. Тем более я тогда употреблял. И особенно это связано там было с алкоголем и с каким-то состоянием похмелья, с которого невероятно ты можешь играть просто. И тебе кажется, как ты без этого. Чтобы все зрители напряглись и почувствовали эту боль одиночества. Обостренное все, да? Ну, конечно. А потом я вспомнил историю, а вы не пробовали это играть? Да, кто-то Лауренс Оливье, что ли? Сыграть. Да, вы не пробовали это сыграть. Сейчас как-то у меня так, я попроще чуть-чуть стал относиться к этой профессии. А в этот период проявилось осознание того, что есть, так сказать, как мы назовем это, комплекс нарциссизма? Это чуть позже. Это вот в течение вот этих вот последних там пяти лет я это вижу. И прорабатывали его? Я не могу сказать, что я его прорабатывал, я просто на него смотрел. Да. Как бы это та часть, которая это прорабатывать, это звучит, как я опять что-то пытаюсь сломать, побороть. Ну, вот я его вижу. Круто, а вы с ним живете? Ну, да, это в какой-то момент это мое достоинство, в какой-то момент это мой недостаток. Где-то я понимаю, что вообще в идеале, даже если я это проработаю, так я бы здесь тогда и не сидел. Сразу сказали, хочешь сыграть вот такого человека? Ну, понятно, купили вас. Я вообще за это. Да, конечно. Редкая возможность сыграть с пластическим гримом. Ну, 140 он весит. Ну, где-то так. Ну, да. Все было фенопластовое здесь, кроме одной сцены. А когда надевали прям, где пузо, там есть одна сцена, это прям тяжело действительно было. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Ефремов. Никита, давайте перейдем к сериалу «Оффлайн». Конечно. Нетоксичная ли тема показалась в периоде? Нет, у меня этот был вот токсичный, такой немножко опасненьким. Это было, когда «Общага» снималась с Ромой Васьянова. Вот тогда это было прям совсем свежо предание. Где вы говорите шведовому? Человеку нельзя подсадить на наркотики, это его свободная воля. Ну, поскольку у меня есть какой-то путь и опыт, я могу поделиться им. Не факт, что он кому-то подойдет. Но я понимаю, что вот в этой истории с оффлайном, как бы история с зависимостью и со всеми этими вещами, она для меня была сопроводительной. Скорее, мне было интересно, что он ведет двойную жизнь, мой персонаж. Вот сочетание этих противоположных, абсолютно цинизма, который говорит, да, при чем здесь я? Это же люди, они же все выбирают. Пусть как бы своя башка должна быть, как их воспитали, так они и живут. И с другой стороны, человек, который абсолютно всего себя, в семью, и хочет, чтобы все, и любит дочку, и любит жену. И казалось бы, две абсолютно противоположные вещи. Но вот они сочетаются. И мне это очень интересно. Такая вот полифония. И почему он не может сказать правду своей жене в том числе? То есть, если бы он был без этих денег... Два слова скажите про сюжет просто. Ну, что вот наш товарищ... Живет, да. Наш товарищ, у которого есть и ник, и имя, да, он придумал такое приложение невидимое, которое невозможно отследить. Это все история про Даркнет, про употребление, про вот это все. И за счет этого он как бы остается в тени и вот ведет свою вторую жизнь какую-то нормальную, да. Но в какой-то момент настигает его руковозмездие, причем от некого анонимуса или анонимуса, как там, который им предлагает сыграть, либо вы как бы сдаютесь, господа, и проходите все испытания, последствия, ну, как бы такой честно ведете себя, либо вы ведете себя нечестно, и тогда на вас обрушатся, собственно, последствия. И вот мой товарищ, он не может открыться, потому что, ну, наверное, по нему как бы не верит в то, что если он скажет своей жене, например, правду, то она с ним останется вообще, в принципе. Что он вообще кому-то нужен без денег, власти, влияния, и в первую очередь сам себе. Почему ты не хочешь мне говорить, что ты суперагент? Суперагент? Прости, я должна была что-то сказать. А, потому что я хочу сделать тебе сюрприз и взять тебя на одно секретное спецзадание. Только маме не говори. Это не страшно. Нет, если со мной тебе не страшно, все, доедай. Ника, подойди, пожалуйста. Да, да. Искрыл и профайл. Если они нашли один, они могут найти и другие. И соцсети пока лучше на время прикрыть. Да. Кстати, сейчас мы приступаем к съемкам второй части. Так что ждите, будет много экшн. Супер. Интересно. Содержанки? Да. Четвертая часть. Раскрученный бренд. Да. Вы сначала придумали потолстеть, ну не потолстеть, а вот сыграть много физиологии и сказали вот или так или не так. Или потом уже, когда согласившись, вы сказали и начали искать а какой бы он мог быть вот мой герой. А давайте вот расскажите мне. Мне это очень интересно. Мне сразу сказали. До. Сразу сказали. Хочешь сыграть вот такого человека? Ну понятно. Купили вас. Я вообще за это. Да, конечно. Редкая возможность сыграть с пластическим гримом. Ну 140 он весит. Ну где-то так. Ну да. Все было фенопластовое здесь, кроме одной сцены. А когда надевали прям где пузо, там есть одна сцена, это прям тяжело действительно было. Там килограмм 25, наверное, 30. Плюс два часа на всю эту историю. Но как-то они так пролетали незаметно. Прекрасный персонал Леша Ивченко. Ну конечно. По пластическому гриму. Вот. И было очень клево. Но для меня здесь счастье и радость в том, что я пошел не от своей вот этой психологии и от чего-то еще. Как только была примерка костюма, который сначала не сошелся. Тоже с ним как-то надо... Ну там как-то все сразу... Это подарок, да. Там как-то там дыхание. Там сразу все понятно, что там тяжелее вздохнуть. Там вообще как-то все тяжелее. Добренький вечерочек. А где муж? Что? А мужа, значит, нет, это очень хорошо. Любовник? Мы знакомы? Пока нет. Значит, любовника тоже нет. Как же вы здесь оказались? Через замочную скважину. Так воровка. Я вас сейчас арестую. Кто он, герой ваш? Кто ворвался в вселенную содержанок? Он... Человек-чиновник... Что придумали? За кем подсмотрели? Вообще ни за кем не подсмотрел. Все... Все... Грим-костюм дал. Отдел... Ну да. Ну вот почему с психологом, когда иду, чтобы... О, вот я его нащупал. Понял. А здесь все от внешнего. А здесь, как бы, я понимаю, что этот человек настолько все боится, на самом деле. Где-то глубоко он этого не осознает. Что ему надо... Как будто он... И так... Как будто такая матрешка. Что у него внутри есть один Аркадий, потом еще один, потом еще один. И то, как он влияет. Он же Аркадий еще, да. Ну, Аркаша. Он Аркаша. Такой вот, да. И со всеми этими делами, и тра-та-та. И где-то он вообще... Непонятно, где он вообще... Он-то где. Ну, то есть там уже общение через маску такую постоянную, вот... Все там как-то так вот бежит. Я даже не знаю, я его не называл, то есть какое там внутреннее оно зерно. Но я как-то понял все. Вот как-то у меня так пришло. Сразу меняется вся пластика, меняется прищур, меняется вот это, даже когда я вспоминаю. Ну, мысли самим, самому потолстеть не было, да? А, ну, это все-таки требуется время. Я вообще за эти эксперименты. Ну, если главная роль, если вспомним Рейджинг Булл, да? Да. Ну, да. Но я понимаю, что это... Эпизодического появления, наверное. Нет, если я вообще прошу, настаиваю на, как это называется, спин-офф. Это то место, где надо запускать, и все придет сюда. Спин-офф, продолжение, отдельный сериал про Аркадия. Ага, да. Я вообще с удовольствием. Но я понимаю, что это все время, это подготовка. И на самом деле, все эти эксперименты толстеть-худеть, они такие опасные для здоровья. Поэтому это сопровождением, со всеми делами. А сейчас о проекте, который многие давно ждут. В онлайне выходит сериал «Король и шута» о знаменитой питерской рок-группе. Слова и музыку разбирает на детали Никита Карцев. «Король и шута» О, здорово. Тоже, что ли, здесь? Пришел культурно просветиться? Это дело хорошее. Выставка, экспонаты. Здесь просто все наполнено панк-роком. Да и повод для этого достаточно подходящий. Дело в том, что выставка приурочена к выходу сериала «Король и шут». А что такое «Король и шут»? Как не одна из самых знаковых, ярких, культовых групп. А значит, и сериал по жизни этой самой группы, он как будто бы напрашивался. А вот почему его не было до сих пор? Не знаю. Зато вот он есть. И давайте его немножечко обсудим. Сразу скажу, что на этот раз обзор будет, ну, не очень критический, потому что в этом проекте мне нравится буквально практически все. Начиная от замысла и заканчивая, собственно, его реализацией. Группа «Король и шут» оставила после себя не только некий набор песен, очень популярных и востребованных до сих пор, не только какие-то сценические образы, но и настоящий свой особый внутренний мир. И вот именно его изучает, ну, в том числе, в одноименном сериале «Король и шут», что мне очень и очень понравилось. Если в двух словах, то главная фишка сериала «Король и шут» заключается в том, что его авторы решились на очень интересное путешествие, на совсем необычную интерпретацию жизни наших культурных героев. В сериале нас ждут не только фрагменты реальной жизни отцов-основателей группы «Король и шут», а это Андрей Князев и Михаил Горшенев, но также сюжет сериала обогащен за счет творческого мира группы. Мы буквально в какой-то момент попадаем внутрь одного из культовых клипов, ну, например, «Ели мясо мужики». И вот эта идея подойти вплотную к сказочному миру группы «Король и шут», к тому бэкграунду, которым они когда-то обогатили наш шоу-бизнес, наше культурное пространство, наше культурное наследие. Как хотите, так и воспринимайте этих очень и очень задорных панковских ребят. Так вот, этот подход к сказке, ее углубление, ее расширение, ее превращение в отдельный какой-то, если хотите, мета-сюжет, это очень и очень современно и очень и очень по-взрослому. Ну и в конце концов, это достаточно панковски выглядит. В сериале достаточно сюрпризов. Один из самых приятных для меня это, собственно, пара двух главных героев. Это молодые артисты, которые перевоплотились в кумиров миллионов и сделали это достаточно свободно, легко и лихо. И это классная новость. Но есть в этой истории еще один полусказочный, полумифический персонаж, который лично мне запал в душу особенно. Игра этого наш старый добрый знакомый Евгений Ткачук. И он здесь предстает в образе некого Шута. Это, с одной стороны, эмблема, знаковая фигура для всех фанатов группы Король и Шут. А с другой стороны, в интерпретации авторов внутри этого сериала это воплощение всех пороков, всех соблазнов одного из главных героев. Собственно, того самого Горшка. Зай! Зай! Ты шут! Зай! Я не шут. Я король шутов. И это тот самый случай, когда шут выглядит чуть ли не весомее, чем король. Хотя в этой истории есть и свой король, и свой шут. И они так здорово меняются местами, как вымысел и реальность. Наша настоящая жизнь. Ну и та самая страшная сказка. Короче, не знаю, что там будет дальше, но первые две серии точно меня полностью покорили. Чего я вам всем желаю. У меня есть опыт работы в зарубежных картинах, но вот чтобы настолько последовательно, настолько точно, филигранно и при этом расслабленно как-то, да, то есть такой, какой, как поток, как вот процесс. Не давайте, ребята, сейчас за результат у нас там свет уходит или что-то это. А вот все как будто посвящено процессу. Я такое вижу впервые. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Ефремов. Никита Кончаловский, Андрей Сергеевич, огромный большой проект время, период до, за несколько месяцев или за год до революции. Называется «Хроники революции». Знаю, что это большой проект, большой бюджет и платформа, и канал, и способ съемки. Доходят какие-то слухи пока только, как это все мезинсценировано, спланировано на репетиции и переходит в съемочную. Ну, есть такой принцип. Сначала ты работаешь с ней, потом имя работает на тебя. Андрон Сергеевич, мне кажется, уже вообще имя на него работает во всех смыслах. И я, у меня есть опыт работы в зарубежных картинах, но вот чтобы настолько последовательно, настолько точно, филигранно и при этом и расслабленно как-то, да, то есть такой, какой-то как поток, как вот процесс. Не давайте, ребята, сейчас за результат у нас там свет уходит или что-то это. А вот все как будто посвящено процессу. Я такое вижу впервые. Огромное количество камер. Практически все снимается одним куском и средний, и общий, и крупный. Как все выстраивается, действительно, до этого статисты прорабатывают, потом нам показывают, мы отдельно репетируем. И снимаете сценой? Ну, практически. Я не знаю, как сейчас там идет, да, но вот, по крайней мере, там, где я был, да, были такие длинные. Мне говорили там до 7-8 камер одновременно работают. Да, да, очень большое количество камер. Долго репетируется и потом с несколькими дублями снимается. Это очень круто, да, это, я даже не знаю, мне не с чем абсолютно сравнивать, мне кажется, какой-то совсем... И играете вы? Николая Второго. И какой-то период, что о сценарии можно сказать? Период, насколько я понимаю, по-моему, от 905-го года и выше до чуть ли не 24-го. Мы застаем, по крайней мере, моего героя Николая в разных, так скажем, возрастах, в разных ощущениях внутренних. Андрей Сергеевич мне как-то вот это зерно роли, он вообще его подарил. Он рассказал одну историю, я пока не хочу ее рассказывать, но, в общем, про некое ощущение Николаем своей судьбы, про то, как он вообще к этому относился. Ну, грубо говоря, чуть ли не ощущал или не знал, что он погибнет в какой-то определенный момент, несчастный там. И это дает некую такую предрешенность и существование одновременно, даже больше, я бы сказал, во внутреннем мире, чем во внешнем. Плюс какая-то работа была проведена мной по изучению вот этого всего. Ну, конечно, главнее в данной ситуации сценарии. То есть это не боепик про Николая или про кого-то еще. Здесь важно понимать, какая работа была проделана Андреуна Сергеевичем и насколько она филигранная, потому что, я даже не знаю, такое поле, вот одну сцену прочитать, человек с одними взглядами поймет ее по-своему, человек с другими взглядами поймет ее по-своему. И для меня вот это подарок, когда есть что-то, да, которое тебе предлагает, выбирай. Ты можешь увидеть это, исходя из своей сути, да, исходя из того, во что ты веришь, по-своему. И здесь, конечно, я переживаю, потому что это такая фигура, в общем, вообще человек причислен к лику святых. Насколько я понимаю, задачи прям вот такой вот нет. Но вот самое главное, вот это какое-то внутреннее, где он находится своим вниманием. И при этом все видит, все слышит, все понимает. Ну вот такой вопрос банальный, но тяжело играть канонизированного. Я бы не думаю об этом, честно. Я понимаю, что вот было пару моментов в моей жизни, когда режиссер настолько берет на себя ответственность, это с Константином Юрьевичем, например, Богомоловым, когда он просто вот все, вот ты делай, как я тебе скажу, и вообще вот все, вся ответственность на мне. И это по-хорошему очень освобождает артиста. Потому что вот я вижу, что Андрей Сергеевич, это настолько его, и если бы что-то было не так, он бы мне все сказал. Если бы как-то я ему не подходил. Ну он взял за вас ответственность. Ну нет, моя тоже есть, моя ответственность, текст, да, все это как бы, да, понятно. А там, здесь я понимаю, что я с радостью буду краской на этом полотне. А сейчас еще одно интервью, быстрое и бодрое, Блиц кино в деталях от Ивана Закадрова. Геля, приветствую, рад тебя видеть. И я тоже. Поздравляю с выходом в прокат фильма «Бешенство». Спасибо, я очень ждала выхода нашей картины, прям очень сильно. Ну расскажи, о чем эта картина? На первый взгляд про бешенство, про волков, но на самом деле эта картина про отношения, отношения между людьми, про проблемы отцов и детей. Очень серьезный фильм на самом деле. Поэтому мы в музее, где ты можешь встретить живого волка. Да, здесь, на самом деле, в фильме у нас тоже были волки настоящие, они такие же огромные были. Тихо. Аккуратней, гривистый волк может укусить, будь осторожна. Кстати, кто твоя героиня в картине? Девушка главного героя, Любовь. Но я бы сказала лучше Надежда. Честно скажи, тебя выбесило то, что ты только что прилетела из экспедиции и я тут же позвал тебя на интервью. Честно, нет. Потому что я знала, что мы идем в музей про животных и я сразу сказала, да, да, я очень сильно хочу прийти сюда. А отчего ты вообще на самом деле можешь прийти в бешенство? В бешенство могу прийти, когда все идет не по плану. Когда у тебя дедлайн, когда всем что-то от тебя нужно. И именно сейчас, именно сию секунду, и когда кто-то начинает как-то выкручиваться, все. Я схожу с ума, мне кажется. Меня еще иногда друзья называют гильотиной в такой момент. Я такая... О, my God. Гель и гильотина. Да. Да, вот с медведем я бы очень не хотела встретиться вот с таким. И, кстати, у нас в фильме есть сцена, когда герои встречаются с огромным медведем. Это страшно. О, вот здесь, оглядываясь вокруг, вспоминаю, что таксидермия это способ изготовления чучел животных с натуральной шкурой. А какие в кино на площадке есть термины, которые обычная публика сразу понять не сможет? Мохнатка. Так. Мохнатка – это такое приспособление для микрофона, чтобы шум ветра не задувал микрофон. Бум! Его также называют мохнаткой. Это вот такой где-то микрофон на длинной-длинной удочке, и звуковики бегут за камерой, чтобы поймать звуки отовсюду. Любимый фильм про животных у тебя? Я думаю, как и у многих, Королев. Причем не тот анимационный, который вышел несколько лет назад, а именно рисованный. Старый тот самый, классический. Я плакала, да. Каждый раз. До сих пор плачу. Кстати, вот про мультфильм. В последнее время актерам приходится надевать зеленую одежду и двигаться, как шимпанзе или какое-то другое животное, чтобы превратиться потом на постпродакшене в большого Кинг-Конга. Не боишься вообще, что скоро актеры будут совсем не нужны? Все будет рисовать нейросеть. Не боюсь. Не боюсь, потому что человек уважен человек. Иначе не было бы театров, все ходили бы в кино, смотрели бы фильмы. Кстати, у нас в фильме «Бешенство» в сложных сценах каскадер переодевался вот в зеленый, в синий костюм и полностью повторял пластику животного, чтобы можно было взаимодействовать с актерами, чтобы актеры реально играли, ну то есть с кем-то, кто на них нападает, кто... Ой, это уже спойлер. А не с реальным волком, который может быть... с реальным волком, да. Ну и самый важный вопрос. Пожелай, в каком музее нам встретиться в следующий раз. И, конечно, чтобы этот музей был связан с твоим новым фильмом. Вообще, я мечтаю полететь в космос, конечно. Поэтому, давай мы встретимся в музее космонавтики. Договорились. Я желаю тебе космических премьер и космических проектов. У нас сразу съемочная группа становится такой семьей такие, все там чай, шутки. И что-то такое, в этом есть свой плюс, да, в такой вот некой энергии собираемой. Но есть и минус, когда условный там, я не знаю, Вася сделал что-то не так. Васю уволят не сразу, потому что, ну, Вася, ну, свой. Мы снова в студии программы Кино в деталях, а у меня в гостях Никита Ефремов. Никита. Тетрис. Да. Я знал эту историю, знал, следил за ней, как даже разбирался, какие-то постперестроечные газеты появились об этом, Алексей Пажетов. Об авторе, да, об авторе, о конструкторе, об архитекторе, о том. Изобретателе. Изобретателе. Как угодно. Изобретателе и игры Тетрис. Да. Прислали пробы. Селф-пробы вот эти. Да, я сделал селф-пробы, подождал, и потом в какой-то момент А английский как делали? Дело в том, что у Алексея Пажетного, в общем, даже я чуть-чуть говорю правильнее, так скажем, даже у меня меньше акцента, чем у него. У него остался такой hard Russian accent, на котором он speak from his heart. Вот. И поэтому мне даже пришлось где-то специально больше вставлять, еще что-то. Но мне кажется, я, конечно, понимал, что я играю в русском пиаре, открыл, посмотрел, как он говорит, и сделал что-то похожее. Ну, конечно. Я благодарен Алексею самому, потому что мы с ним встречались два раза, оба раз в Москве, и как-то очень душевно пообщались. Давайте расскажем зрителям, в чем там история. Ну, понятно, что есть история, когда появилась там игра, и в какой-то момент появился вопрос, как эту игру сделать международной, на тот момент еще был Советский Союз, не было просто прецедента с тем, чтобы как это все международные права, то все, пятое, десятое. Тогда появился Хэнк Роджерс, который приехал, собственно, в Москву. Которого играет? Которого играет Тара Неджерден, и, собственно, встретился с Алексеем, и вот начался такой некий условный замут, как это все... И вот эта история замута этого вы скоро увидите. Да, да, так и есть. У меня, как бы, я благодарен за этот опыт, честно говоря, у меня изменилось после него отношение. Да, пожалуйста, про опыт. Расскажите. Здесь во многом разница между, так скажем, нами и не нами, она такая видимая и интересная, потому что у нас сразу съемочная группа становится такой семьей такие, все там чай, шутки и что-то такое. В этом есть свой плюс, да, в такой вот некой энергии собираемой. Но есть и минус, когда условный там, я не знаю, Вася сделал что-то не так. Васю уволят не сразу, потому что, ну, Вася, ну, свой. А там в этом смысле больше дистанция между людьми. Мне кажется, это особенности менталитета, ну, и, конечно, гораздо выше ответственность. Вот есть примеры Адриана Броуди, который снимался там, получил Оскар за пианиста, и потом у них есть категория А, Б, С, да и туда. И вот он по этой лесенке спустился вниз. И я вижу, насколько там действительно трудно быть звездой и все такое, какая на тебя ответственность. И от этого идет такое очень сильное включение. Только мы сели на, ну, почитать сцены, и я понимаю, что Таран раз и просто начал играть в десятку, сходу, без разгона. Не как у нас, ну, давайте почитаем. На чипке. Да. Чипка репетиции уже. Ну, такая, да, которая зачастую у нас проходит. А текст знал уже? Это не, как бы там, понятно, там у него огромное количество текстов, у него главная роль. Большинство знал. Суть не в этом. Суть в том, что он абсолютно был просто этим персонажем, сходу. Абсолютно органичным, включенным. Меня даже, я помню, как-то снесло. Да, меня снесло абсолютно. Потому что, вау, какая органика. Какая органика и насколько ничего не надо с ним в этом смысле делать. Потому что, если он ведет сцену, все, ты можешь абсолютно расслабиться. Он все... Не закомплексовали ничего? Ну, конечно, у меня был такой момент. А жили вы как? Вы идете на съемки, приходите домой и готовитесь к следующему дню? Да, все как обычно. Там какая-то гостиница, да, из которой у нас... Там они начинаются раньше съемки, раньше заканчиваются. Где-то в 6 утра. Включают камеру? Ну, я так не скажу. Я понимаю, что, грубо говоря, в 6 я выезжал из гостиницы и часов в 5 мы заканчивали где-то. Вообще, смотрите русские сериалы? И вообще, что смотрите? И время у вас хватает? Слушайте, у меня такой какой-то момент. Я вообще в последнее время, пусть это прозвучит для кого-то ужасно, но я скажу честно, я действительно мало читаю, мало смотрю. И я вдруг увидел, насколько это все разгоняет мою эмоционалку, мои сопереживания какие-то. Я довольно чувствительный человек. Никит, тогда Блиц. Ну, скажите там, я не знаю, 3-5. 3-5 сериалов, фильмов, которые остались у вас в памяти за последние, ну, давайте, 2 года. Ну, вот 17.03 это великолепная работа, я считаю. И это прекрасный сценарий, это прекрасно сыграно, это замечательно снято, у меня вообще нет вопросов к этому. Я очень рад тому, что это чисто выдержанный жанр, что довольно у нас бывает редко, и это большая режиссерская победа. Не буду скромничать, я назову не здоровый человек, а нулевой пациент, я правда считаю. Да. Вот к чему приводит психология. Можно гордиться своими. Да. Работами. Правда, их назову, это очень хорошая работа. А я не внутренне аплодирую. Да, и закрыт гештальт, мне очень понравилась идея, и как-то это все здорово сделано. Купо номер 6, мне правда очень понравилось. Вообще все работы Юры, Юра какой-то блестящий артист абсолютно. Когда мы с ним снимаемся и работаем, я смотрю, как он это делает, и насколько он еще умеет легкость сохранять. Так что я в фан-клубе Юры Борисова абсолютно. Что же бы мне еще-то вспомнить? Мне кажется, прекрасная работа надвое, легкая, но вот я там все увидел про себя в какие-то моменты. Это было очень интересно. Ну вот так. Спасибо большое за этот разговор. Встречаемся на премьере, и здесь же давайте в конце года, обсуждая проекта «Революция» Андрея Сергеевича Кончаловского, и не только его. Спасибо большое, Никита. Благодарю, спасибо. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока смотрите кино. Субтитры сделал DimaTorzok